Позвонила мама, ну она мне сказала выбросить мусор, я сейчас еще сидел просто на лавке. Она сказала, чтобы я пробежку сделал там типа, которая ничего не изменит. Еще она сказала, что когда она ходила к этим врачам, которые государственные, которые теперь мне написали в шекарство по минимуму, ну жадно. Флоксетин 20 капсул и на месяц или на 40 дней. И нейролептик крайне дешевый, ну и флоксетин он тоже дешевый. Еще фуфламицин тенотен, то есть я приду к ним, они меня спровоцируют, я им отвечу в ответ что-нибудь, потому что они меня уже задолбали эти врачи. Эти психиатрические, они постоянно оскорбляют, постоянно разговаривают с тобой как с говном. Я им отвечу в ответ чем-нибудь, скажу привет девчонки, как дела, еще не родила и все. Вот это для них величайшее оскорбление, то есть для них вот панибратское отношение, такое знаешь, короче не объяснить, вот такое подлое, подленькое такое, знаешь, отношение к тебе, как к какой-то гниде вот, которая пришла к ним. Они еще сжируют на налоги наши и двойной отпуск получают и еще дополнительно подрабатывают с хитростью, там деньги берут из пациентов за дополнительные счеты или взятки. Если вот так же к ним отнести, обращаться с ними, как они с тобой разговаривают, вот типа, «Эй, привет, здорово, здорово, девчонки, как дела, че там? Хе-хе-хе, хе-хе-хе, че, че там у вас?» Не знаю, короче, даже как их изобразить, ну короче мерзкие какие-то твари эти, врачи государственные, психиатрии, психиатрически ненавижу их. Ну точнее я боюсь их, я не хочу к ним идти, но мне они сказали, «А почему он не пришел?» Да потому что если я приду, вы меня просто вызовите в полицию или вы меня унизите, оскорбите, разговаривать будете со мной грубо или как-то надавить. Ну то есть пришел к вам больной человек, вы издеваетесь над ним морально, ну наезжаете, если это мужик, то наезжает как гопник буквально, как обычный гопник вот с подворотни, только при этом он великовозрастный в очках видимо его, щемили гопники в девяностых. Короче я запишу все это, выложу, но они знаешь, они так чисто, они делают это так, чтобы, они знают, что я записываю, поэтому они будут делать это так, чтобы не выглядело это так со стороны унизительно, но это на самом деле очень неприятно с ними иметь дело, ты не представляешь как. Ну и во-третьих, они выписывают, это настолько тупые, они выписывают, на них в суд подать нужно, они должны в суде и выплачивать компенсацию или в тюрьме сидеть за то, что выписывают фломицин, просто мошенничеством занимаются. В цивилизованном мире их бы давно уже засудили, как минимум, а как максимум их бы застрелили просто, потому что в цивилизованном мире легализовано оружие, и они бы, они бы в цивилизованном мире не выжили, потому что такие жестокие, ну, там невозможно, что такое отношение к человеку, там и гражданское общество, там люди имеют уважение, там уважают люди друг друга, по-человечески относятся, особенно в больнице, там не посмеет он, она так или вон так быковать на тебя, там, ну, короче, это Россия просто, провинция здесь, что здесь еще ожидать, короче, я приду и будет опять какая-то дичь, мне будет, и главное, им будет радостно, а мне будет плохо, я буду, у меня будет дрожать весь, у меня будет стресс, прожать все освещение.